здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр и мы сегодня поговорим о кабачках кабачки любимы выращиваются многими мы поговорим о секретах чтобы иметь отличные кабачки на своем участке что необходимо знать ну кабачок во-первых тыквенная культура это конечно понятно но тоже время эта культура быстро растущая и очень обильно плодоносящая вы это заметили потому что вот один кабачок уже завязался другой уже шанс зависть и третий цветет тоже будет завязываться о чем это говорит это говорит о том чтобы иметь хороший урожай кабачков необходима плодородная почва понятно мы дали под кабачки органику мы внести ту органику неси какое-то количество минеральных удобрений но растение растет очень быстро для наращивания массы для наращивания плодов ему необходимы подкормки и чем чаще эти подкормки тем лучше идеальная подкормка для кабачков является та же самая наша зеленая бродиловка травы настояли полили это самое доступное удобрение которое можно только придумать для кабачков они отзываются очень благодарна они обильно цветут и обильно плодоносят нету зеленой бродиловки ну что ж придется прибегнуть к помощи химии сложно смешанные удобрения типа нитроаммофоски 16 16 16 или какие-то нитроаммофоски с добавлением микроэлементов это тоже подойдет нашим кабачкам необходимо помнить что доза внесения составлять это 40 40 грамм на 10 литров воды ну лучше носить конечно в жидком виде я предпочитаю удобрение почему потому что есть удобрение в сухом виде они могут ожечь корни это раз и вот их в воде удобрения растворяться концентрация более равномерная и при поливе под корнем вокруг нашего растения как бы концентрация одинакова и растения усваивать минеральное удобрение гораздо лучше также кабачки очень отзывчивые инорганические удобрения такие как золу залу можно давать как в сухом виде просто рассыпая вокруг куста и тяпкой заделывая почву так и в жидком ну жидком виде для того чтобы зола скорее усваивалась опять же добавляем уксус 50 миллилитров уксуса и пол-литровая банка золы это то что надо нашим кабачкам поливайте нас что это даст полив золу залой нас будет способствовать тому что образовавшие плоды не будут загнивать что также немаловажно и вами придется прибегать помощи химии потому что химия это не есть хорошо для нашего здоровья следующее что необходимо помнить кабачках для того чтобы наши кабачки дольше плодоносили и дольше жили нас они очень будут отзывчиво на внесение бора в бурный берем бурную кислоту из расчета 10 грамм на 10 литров воды и йода йода берем 5 миллилитров на 10 литров воды выливаем смешиваем и наши кабачки опрыскиваем тут именно присты не не полив под корень опрыскивание если будете делал поливать под корень что есть вас остается раствор то раствор желательно разбавить наполовину водой это помните об этом иначе можно поджечь корышки корышки не выдерживают такой концентрации далее что по кабачках ну кабачки для того чтобы цвили и завязывали плоды необходимо привлечь насекомых опылителей но я почему-то думаю что опылители это только пчелы и шмели а на самом деле и мухи и осы и даже муравьи все эти объекты природные они все способствуют опылению растений для того чтобы привлечь побольше опылитель на наши кабачки значит берем что приготовим сахарный сироп делается очень просто на литр воды берем 100 грамм сахара провариваем и обрызгиваем обрызгиваем обильно и листья и цветки нужно конечно в области цветков насекомые прилетают сахар вот этот чувствуют они и они начинают ловить по нашим цветкам соответственно опыляют наши цветки но бывает и такая ситуация что холодная дождливая погода никакие опылители не 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 лазят все поправьте насекомые спрятались ну тогда придется вам поработать в роли пчелы ну как вы знаете на кабачках точно также могут быть завязи и могут быть пустоте пусто цветы беру ватную палочку сейчас они свободно это сам продаются этой ватной палочка на пусто обмакиваем пусто цвет и обмакиваем там где цветок завязью рыльца песик обмакнули мы сделали ту же самую работу что делают пчелы опылили наш кабачок кабачок будет расти но это в том случае если конечно ваша плантация кабачков не нашитывает сотни растений где-то два-три растения ну буквально пять растений тогда вы можете поработать в роли пчелы если ваши плантации большие тут уже приходится уповать только на погоду ну хотя если что тоже что повышает значит завязываемость кабачков это различные препараты различные биологические препараты типа завязи за завязь кабачков как бы также способствует а пыли лучшему опылению кабачков ну еще опыление кабачков вы все тоже знаете на помидорах способствует борной кислоте 1 грамм на 1 литр воды раствораем обрызгиваем также завязываем из кабачков значительно значительно увеличивается если вы примете такие меры значит кабачки вас одар от богатым-богатым урожаем и что хватит вам и на заготовки и кушать свежем виде из и солить мариновать и жарить и иметь всегда этот полезный продукт на своем столе хороших вам урожаю до новых встреч до свидания